Я хочу спросить вопрос о кармане и моем собственном воле. У меня есть кармане, и кармана меня поддерживает, чтобы делать какие-то вещи, плохие или хорошие. У меня есть моё собственное воле, и где есть кармане? Что я делаю? Эта вопрос очень хорошая и очень простая. Суть в том, что есть карма, кроме кармы, есть свобода воли. Вот где линия вот эта, разделяющая, где есть карма, события с кармой связаны, а где события с моей волей связаны. Мы должны примирить всё. Кришна в Бхагавадгите говорит, что обусловленные души действуют в действительности. в соответствии с гунами природы. Что они на самом деле не действуют по своей воле. Потому что они обусловлены. Это означает, обусловленные, что вы вынуждены поступать именно так. Свобода воли начинается там, где у вас появляется Будды-йога. Кришна говорит, что я тебе дам тот разум, с помощью которого ты будешь способен прийти ко мне. Поэтому свобода воли проявляется тогда, когда есть Бхакти. А откуда взяться Бхакти? Бхакти в муке Сукрити. Благодаря Бхакти в муке Сукрити, благим поступкам Бхакти. Как обусловленная душа, вы не можете сами выбрать способ Бхакти, потому что вы не знаете, в чём же заключается Бхакти. Но случайным образом вы можете совершить какие-то действия, которые являются Бхакти. Вы не понимаете этого, вы будете совершать эти действия и таким образом придёте к общению с Садху, со святыми. Садху-санга means you accepting Guru. Садху-санга вы принимаете Гуру. Под руководством Гуру вы совершаете ещё больше Бхакти. И автоматически проявится вот такой разум. По милости Кришны. И этот разум даст вам свободу воли. И свободу воли постепенно будет возрастать, не сразу же. Потому что спонтанная любовь может прийти только тогда, когда есть свобода воли. Поэтому чем больше вы растёте в свободе воли, тем больше вы растёте в любви. До тех пор, пока вы не станете освобождённой душой Муктадживой. И тогда вы будете свободны от рабства материальной природы. И больше уже тригуна не сможет на вас влиять. У вас будет полная свобода воли. И что вы делаете теперь с этой свободой воли? И теперь вы скажете, о Кришна, позволь мне отдать свою свободу воли Твоей воле. Понимаете? Понимаете? Карма заставляет вас что-то делать и в этот момент у вас нет свободы. Вы думаете, что у вас есть свобода воли, но её нет. Что вам нравится, банана или ябл? Вам выбрать нет. Разве это свобода воли? Это не свобода. Это просто иллюзия. Если вы пойдёте туда или сюда, это всё по карме. Катятся по поверхности океана, то они толкают за собой всё, что на поверхности. Но, как вы получаете больше и больше бахти, то вы начинаете оттягиваться от тригуна, и вы получаете в реальную свободу. Так что сейчас я реально могу подумать, что я должен делать бахти или нет? Или должен ли я просто... Смешать или что-то? Поэтому, когда есть свобода воли, то... Должен ли я идти по пути бахти или должен наслаждаться? Есть много уровней сознания. Самых обусловленных уровней, таких как камни, горы, деревья и до возвышенных преданных. Какая свобода воли у камня? Но в нём душа, это джива. Но нет свободы. Полностью покрытое сознание, обусловленное. Но у птицы есть больше разных видов деятельности, чем у камня. У них есть какие-то чувства, мышление и воля какая-то. Такой процесс. В течение многих лет вы не живёте сами по себе, а природа вас толкает туда или сюда. И действовать как-то вы можете лишь только с помощью бахты. Если кто-то приносит просад в дом, вы можете принять этот просад. Если вы видите чистого преданного, вы можете подходом служить. Такое сукрити означает разум. Больше и больше разума, тогда вы больше поймёте, в чём разница, что происходит. Что за правила в этом мире? Как выйти из этого капкана? Тогда всё больше и больше свободы воли будет развить по вас. Пока у вас не проявится стопроцентная воля. Но когда это появится, вам уже не будет хотеть ничего делать отдельного от Кришны. Поэтому единственный способ, когда вы можете любить Кришну, это обладать свободой воли. В Браджавасе на Галукавриндаване полная свобода воли. Но разница в том, что они ничего не могут делать помимо Кришна-севы. Но они не условлены тем, чтобы любить Кришну. Они спонтанно любят Кришну. Поэтому это настоящая любовь. Поэтому у них есть независимость. Но каждый момент они придают эту независимость Кришне. Таков процесс. Сейчас мы заканчиваем.